добрый день друзья еще не вечер ну то есть там 5 пол шестого и я хотел поделиться впечатлениями о том как сегодня снимал 2 интервью с блогерами в скайпе такой немножко extreme получился потому что я с утра можно сказать ни в чем надел рубашку там и в общем пошел сниматься так еле вот только быстренько там убылся так бритвы пробежался чтобы как-то в кадре выглядеть не жутко вот второй через буквально часа три я снимал уже из офиса но вы собственно видеть там по обстановке откуда съемка идет нам я просто хочу сказать что сразу два два разных человека две разные истории и впечатление во первых я доволен просто как знаете слон который хоботом там день в пруду машет обрызгивается там водичкой балдеет то есть я я невероятно доволен то есть настолько было приятно с ребятами поговорить и может быть это передается в разговоре я не знаю мне трудно же со стороны видеть как бы я я когда делаю что-то у меня впечатление более обширные чем то что вы видите на экране потому что мы обычно когда заканчивается вот не до того а мы обычно потом можем потрепаться немножко там 5-10 минут если есть и какие-то вещи там я уже для себя спрашиваю которые мне неудобно было бы спрашивать на камеру может быть и там люди что-то рассказывать такой я уже там не знаю но во всяком случае что здорово такие два разных человека попали сегодня в объектив туда в кадр значит один из франции там другая из вашингтон dc значит один там волонтерствует другая значит там работает и так далее там ну ну все все абсолютно разное в этих людях кроме того что они светлые кроме того что они жизнерадостные и вот это ощущение потрясающе когда человеку не нужно разговаривать найти его не нужно пытать можно сказать вытягивать из него слова они абсолютно такие замечательные и если их не останавливать они много чего могут рассказать я как раз нахожусь постоянно в положении человека когда вообще когда интервью ведешь я постоянно нахожусь в положении человека который должен собеседника в какие-то рамки загонять и мне часто вот там говорят а что вы перебили а что вот вы не дали сказать а что вы там еще что-то я пытаюсь уложиться в какой-то формат который смотреть можно ну допустим если мы сели я ну хорошо ну час и когда человек начинает подробно рассказывать вот теперь виолетта я себе представляю то это с виолеттой можно и на 8 часов сесть нормально она у нее есть что сказать а у него прекрасная речь и тогда я думаю боже если мы сейчас не уйдем от этой темы мы не вообще не поговорим ни о чем кроме этого поэтому я как бы вынужден но вынуждена собеседника привожу к какому-то вот может быть там более узкому формату и вы это чувствуете со стороны но мне просто деваться некуда они не то что я там грубиян какой-то мне просто некуда деваться чтобы соблюсти формат поэтому что я хочу сказать что я был в восторге абсолютном и если вы заметили я даже не сильно болтал сам то есть я хочется что-нибудь рассказать но я практически даже не встревал потому что я просто наслаждался разговором и манерой и историями это же просто но вот действительно вот сегодня были два человека не тривиальные судьбы оба оба и я вот для себя сижу и мне как-то знаете мне не по себе немножко потому что я думаю я хочу смотреть я хочу смотреть сашу из парижа и я хочу смотреть значит наташу из вашингтон dc и они мне интересны я думаю но если я подпишусь под всех и начну смотреть у меня же сил нет я что вообще ничего делать не буду в жизни только смотреть поэтому не мне страшно делается от того что я с одной стороны мне хочется с другой стороны я вроде бы себе позволить не могу я думаю я могу иногда заходить там или как-то но 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 понимаете они такие интересные может мне на пенсию пойти слышь пойду на пенсию и буду блогеров смотреть по класс какой я как раз на днях вот мы со светланой обсуждали ягу что делать когда на пенсию вышел вот-вот я бы я же не могу на пенсию пойти из меня будет скучно я помру с тоски светом ягод ну ты будешь делать больше видео куда ж больше она говорит ну там будем путешествовать снимать видео в путешествиях ну хорошо и понимаете не знаю чем заняться а вот можно смотреть и очень потрясающе я очень-очень доволен условия съемки разные конечно там у саши темно было его может быть не очень здорово видно ну что можно сделать я не знаю понимаете мы технически не та сторона не другая не очень готовы к этому то есть я еще может быть больше готов я заранее знаю у меня все-таки есть какой-то офис там какая-то лампочка стоит там ну что такое стоит а ребята вот они там в чем были там там прибежали сели вот включили и мы там снимаем поэтому у кого-то за спиной большая комната в ней стоит кровать застеленная и так далее 5 а там вот а у кого-то вообще не поймешь чего а у меня там значит только то офис который весь в шляпах который там дарят мне сотрудники говорят миша уже повесьте на стену какие-то полки уже пусть шляпы там лежат что же у вас весь офис в этих шапках шляпках кубанских там папахах и так далее большой ассортимент и мне некоторые знаете они напишут вот я скоро приеду я такое привезу вас еще такой шапки нету о как этого мама родная сегодня друзья сегодня я встречаю человека я вспомнил как вдруг пошла речь о шапках он мне сказал что такое как он привезет такое не только у у меня такого нет но такой даже представить себе невозможно так что я не уверен что я буду снимать его в аэропорту сегодняшний все люди так как бы хотят чтобы снимали но во всяком случае когда шапку мне вручат а я знаю что это за шапка мне по секрету сказали и по моему даже по скайпе мне показали издалека да я увидел вот это нечто это нечто друзья вы вы просто ахнете какие бывают шапки здесь это может быть завести что-то такое какой-то шкаф застекленные там чтобы это все стояло как музей нет в общем доволен как слон и может еще чего-то такое хорошее произойдет сегодня вечером хотя не уверен что будут съемки из аэропорта но в таком случае может быть а по дороге чем запишу и там на обратном пути может быть мы с товарищем если он не хочет так он может быть в кадре быть может быть он с голосом не знаю может не купить какой-нибудь знаете голоса изменитель если вы в курсе там вот про про эти штуки да там как-то какую-то модуляцию делаю я не знаю должны быть должны быть должен быть софтер может какой-то такой вот и мы тогда будем оба разговаривать измененными голосами а вы будете думать кто есть кто в общем такая вот интересная у нас программа на сегодня ну наверное наверно все вот такой был хороший я считаю что очень хороший день очень творческий для меня и я надеюсь что вам тоже есть что посмотреть хотя вот некоторые жалуются что невозможно там смотреть целый час но не смотри ну в конце концов но посмотри две минуты и реши если ты хочешь потом вернуться и досмотреть во всяком случае я я то что могу сделать что еще хочу сказать тут вот эта дискуссия на тему о том кто когда смотрит она конечно невероятная то есть когда беда когда вешать видео что было в тот момент когда ты смотришь да я еще раз объясню почему это важно некоторые какая разница важно когда ты видео вывешиваешь youtube я я боюсь соврать я я точно не помню там первые два часа это могут быть первые два дня и два дня проще два часа сложнее значит он смотрит как видео пошло и если она хорошо пошло то она потом лучше выходит в поиске почему мы хотим чтобы она лучше выходила в поиске потому что 10 процентов людей которые нас находят не подписчики не подписчики 10 процентов нас находят в поиске и это довольно существенно это довольно существенно у нас не подписчики за месяц делают что-нибудь там допустим 600 тысяч просмотров 60 тысяч 60 тысяч просмотров происходит из-за того что люди что-то нашли в этом самом в поиске поэтому хочется чтобы выходило хорошо так что значительной частью вот этого является то что видео идет вверх там и так далее вот но сама по себе дискуссия которая там возникла она потрясает разнообразием и я почему-то знаете у меня было две модели в голове значит модель первая ну потому что пишут же это мы вас смотрим там с утра вот садимся кофе наливаем и смотрим я бы хорошо модель первое утренний кофе значит в приглядку но хорошо вторая модель значит это вот там с работы пришел ну хорошо выходные я вижу по картинкам что трафик падает выходные и это понятно там у людей дачи с детьми пошли туда просто времени нет там идет это я тоже прямо значит но вечером смотрят но хорошо говорят на работе смотрят я думаю но не может же это быть массовым просмотр на работе например я может я отстал как-то или отвык но во всяком случае как-то мне это не казалось таким достаточно марсом не знаю в общем тоже очень очень впечатляет очень то есть и виды что все тема зацепила то есть как бы так много откликов вот я я очень доволен тоже то есть не то чтобы я там скажем сильно понял когда вы вижу ну то есть у меня есть есть как бы некоторые понимания то есть уже не от того что ребята рассказали от того что они рассказали я понял что смотреть надо по статистике которую дает youtube они спрашивать аудитории потому что там полный набор значит разных мнений и как бы вывод из этого сделать сложно вот но все равно я рад что откликнулись ребята и я рад что я вижу больше многообразия лучше понимаю я вижу как бы больше измерений вот в этой картинке как люди смотрят потому почему это важно потому что все-таки я для вас стараюсь я я хочу что больше народу посмотрели и я я завидую честно вот блогерам которые делают там одно видео в неделю там некоторые делают раз в две недели и у них подписчиков так 5 раз меньше знаете и и вдруг каждое видео там 14 15 тысяч эти просмотров а у меня там ну хорошо если там 4 там 5 ну чтобы было больше чем 5 это нужно уже чтобы было что-то связано либо с кризисом доллара либо с лотереей green card все остальное такую большую ну или бывает с какого-то неизвестного нам видео не имеющего к нам отношения вдруг пошел какой-то поток у нас сейчас по моему если не 4 то почти 4 то есть четвертое на подходе видео за 200 тысяч просмотров вот четвертое или уже есть 200 или будет там через пару дней так вот за 200 тысяч просмотров из них там два это видео по поиску работы там по резюме прохождение интервью там вот вот на эту тему я когда-то в классе там начитывал потом вырезал там местных кусочков и повесил и вот вот на них очень очень много почему потому что люди когда что-то ищут про собеседование про этом интервью или собеседование как назвать про поиск работы и вот с каких-то других каналов там может быть у них веб-сайты мощные и свои видео и туда большой трафик с этих веб-сайтов и в итоге наши видео рядом стоит там рекомендуют видео и так далее вот вдруг оттуда большой значит поток я я не знаю как сделать чтобы попасть куда-то в рекомендуют видео то есть у меня это происходит спонтанно больше того я так понимаю что поскольку youtube сам меняет настройки вот этого механизма выдачи чего бы то ни было в рекомендуют видео и тоже меняется вот это все уходит приходит раз мы на эту тему начали быть вам еще одну хохмочку расскажу из жизни значит в какой-то момент у меня не было там рекламы на канале и я заметил что мы как-то не выходим в рекомендуют видео совсем я так посмотрел немножко и так мои наблюдения привели меня к тому что youtube раньше поставит в эти рекомендуют видео кого-то с кого можно денежку получить там явно какой-то просматривалась какая-то такая тенденция что те у кого рекламы нет туда особо не попадает я думаю пусть будет какая-то реклама там я поставил эту рекламу и действительно стал очень гораздо лучше выходить я я это как бы отметил про себя дальше что произошло в обмен на эту в обмен на это если без рекламы вот то что справа все эти рекомендуют видео это были мои собственные видео да вот допустим вы смотрите мои видео и там выходит еще там 15 и это мои 15 но средчайшим исключением мои то дальше получилось если я с youtube с их рекламой и вы смотрите на мои рекомендуют видео и там допустим я не боюсь собрать сколько их там есть ну допустим если там 15 то есть 15 может быть три мои а 12 совершенно чужие я помню как мне ребята жаловались они как вот вы поставили рекламу а теперь значит там всякий мусор выходит а вас теперь на искать сложнее но но в силу того что я это сделал да соответственно я начал появляться у других там где раньше я не появлялся они стали мне вставлять народ но стали и меня где-то вставлять других местах поэтому как бы с одной стороны может быть меньше просмотров из тех кто тебя уже пришел повторно с другой стороны у тебя больше людей которые о тебе не знают они приходят может быть это это хорошо для того чтобы подписчиков но приобретательами короче тут я подпис ушел от ютюбовской этой рекламы и мы теперь там через какую-то партнерскую программу это делаем ну я как бы приобретаю опыт я не могу сказать что я там абсолютно счастлив с тем как это все происходит потому что они не дают мне регулировать эту рекламу я бы запретил вообще вставлять чтобы ты не было перед роликом это вообще безобразие редкое но у меня нет к сожалению возможности ничего сделать а больше того они еще там 20 процентов 25 25 процентов забирают с нас за за то что мы в этой программе я честно говоря надо подумать зачем мы это делаем потому что я до сих пор пока четкого то есть мне давали некоторые соображения почему это лучше но я сейчас как бы я не я не вижу смысла то есть в основе финансовый даже хуже для меня чем чем без них но финансово мне собственно пофигу это так для для баловства но что я заметил поскольку мы ушли с ютюбовской этой платной системы мы теперь через партнеров у нас теперь нет чужих видео в нашем вот этом в рекоменды видео теперь все мои ну практически все мои может быть я не знаю вы наверное заметили может не заметили я не знаю там люди разное время у нас на канале не все интересуются этими этими фокусами но я смотрю что у нас довольно много вот этих повторных просмотров то есть одни и те же люди смотрят больше потому что им предлагают больше и я я на самом деле доволен тем что мы в большей степени делаем что-то для подписчиков чтобы вот те семьдесят тысяч человек которые у нас уже есть чем допустим пытаемся привлечь там неизвестно кого неизвестно откуда и так далее у нас уже есть достаточно много народу чтоб можно было для них что-то делать специально для них вот а если кто-то еще подойдет мы только рады в общем такие наблюдения ведь я тут целую историю рассказал а мне через пять минут надо быть в офисе григория эзотерика вот будем приводить себя в порядок будем чтобы настроение хорошее чтобы чужая энергия к нам не стучалась в дом не селилась в нас и не кушала нашу энергию чтоб мы были хорошенькие целенькие вот все свое носили бы с собой энергетическое вот я знаю многие не любят вот и вот эти все дела я как бы не не помешанный какой-то и там я на я на религиозные темы там надо могу что-то сказать не потому что я верующий и там не потому что я какой-то сильно увлекающийся этим делом но просто мне так прикольно что-то в этом есть в той мере в какой есть прикладная практическая такая польза я с удовольствием трачу на это время потому что действительно в моем конкретном случае вот пока я не начал к григорию хотите как бы изучать там немножко эти практики я был гораздо более нервный раздраженный все время что-то происходит знаете и очень много влияние посторонних на человека поэтому мне конечно надо было научиться как-то себя приводить в порядок перышки чистить вот вот для меня эта штука сработала и так далее я про других не знаю честно это на большого любителя у нас группа 12 человек вот там почти все они уже лет по 10 в этой группе я относительно новенький вот я там три года так что такая жизнь вот едем едем очищаться все ребята счастливо